Привет всем мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. В сегодняшнем видеоролике я расскажу вам о том, как подключить ваш Android смартфон к персональному компьютеру посредством вайс-соединения, для того, чтобы вы могли работать с аппаратом напрямую через ADB терминал. Причем на аппарате прав суперпользователей нет. Итак, давайте приступим. Для начала я выведу изображение с экрана своего Android смартфона на компьютер, чтобы показать вам, что необходимо настроить на вашем телефоне. Это может быть также и планшет. Итак, давайте загрузим снимок. И поставим на автоматическое обновление. Естественно, будут задержки, потому что запись происходит не со самого аппарата, но при всем при этом не будет асинхронно, потому что потом бы мне пришлось смонтировать видео, накладывать картинку на картинку, а у меня сейчас не так много времени перед наступающими праздниками. Итак, разворачиваем панель уведомлений и листаем в самый-самый низ. Нам необходимо посмотреть, каким образом наш аппарат подключился к компьютеру. Да, мы при первой настройке должны подключить наш аппарат кабелем к компьютеру. Поэтому достаем наши кабеля, подрубаем и смотрим, каким образом аппарат подключился к вашему компьютеру. Значит, смотрите. У меня отображается следующая зарядка через USB. Если по какой-то причине ваш телефон подключился как жесткий диск, либо смонтировал папку с фотографиями, вы разворачиваете шторку, жмете на сообщение, что он подключен, как, допустим, устройство с ПТП-соединением именно для передачи фотографий, то вы выбираете «Зарядка». То есть нам для первого раза необходимо выбрать именно «Зарядку». Далее мы должны пройти в настройки нашего аппарата и пролистать в самый-самый низ этого окна. Нам необходимо пройти в раздел «Для разработчиков». Итак, давайте пролистаем в самый низ для разработчиков. Второй наш шаг. Мы должны с вами включить отладку через USB. Тапаем на раздел «Для разработчиков». Пролистываем чуть-чуть пониже до пункта «Отладка» и ползунок выставляем в положение «Включить». То есть отладка по USB разрешена. Если вы вообще занимаетесь этим в первый раз, то у вас, скорее всего, в настройках Android смартфона пункта для разработчиков нет. Чтобы его разблокировать, нужно пройти в раздел «О телефоне», пролистать в самый низ, и где будет написано номер сборки нашей версии Android, в моем случае это «AMS4B30X», мы на него должны несколько раз тапать. По-моему, 5 или 6 раз. Но я тапаю, вы видите, у меня вылазит сообщение, что вам это не нужно, вы уже разработчик. И последнее, что нужно сделать, это скачать программу «Компаньон», которая называется «ADB Wireless by Genre». Вообще, для соединения смартфона с компьютером эта программа не нужна, но мы ее используем по той простой причине, что это «Компаньон» для начинающих. Здесь сразу показываются три команды, которые нам необходимо использовать, и далее нам показывается IP-адрес нашего Android смартфона в данной сети. И вот теперь, если я буду подключаться к своему смартфону через ADB консоль, да, у меня выйдет сообщение о том, что будет ошибка, так как порт уже занят. Все дело в том, что сейчас у нас идет трансляция видео, поэтому я ее прерываю для того, чтобы нормально подключиться через консоль. И, в принципе, вам нужно будет следовать моим инструкциям, повторить мои действия, и также вам надо будет бить те команды, которые предлагает ваш смартфон с утилиты ADB Wireless by Genre. Итак, можно использовать стандартную командную строку операционной системы Windows. В принципе, никаких проблем не будет. Я же буду использовать программу консоль. Она мне просто намного ближе, потому что я ей пользуюсь еще с Linux, и там уже, в принципе, все настроено. А вот команда строка Windows такой гибкостью не отличается, но все команды абсолютно одинаковые. Итак, давайте подключимся к смартфону и посмотрим, как это все работает. Я выбираю профиль Android. Как я уже говорил, у меня здесь все настроено. И давайте вобьем первую команду. Первая команда называется ADB TCP IP. Так, момент. У меня одна клавиатура на два компьютера, и из-за этого у меня иногда проблемы с языком. Так, сейчас момент переключу на втором компьютере. О, все нормально. ADB TCP IP, и вбиваем 4 пятерки. 4 пятерки, жмем Enter. И вот сейчас будет перезапуск сервера, потому что демон был занят в трансляции видео, он успешно перезапустился. Мы видим порт 5555. Далее вбиваем в следующую команду. Собственно, ADB Connect. ADB Connect. И надо вбить IP-адрес, который выдала вам программа ADB Wireless by Henry. Да, то самое трансляция экрана, которую я вам показывал. В нашем случае 192.168.1.14. У вас это будет IP-адрес в зависимости от вашей домашней сети. Жмем Enter. Ждем какое-то буквально время. И мы видим, что теперь успешно подключено по данному IP-адресу с данным портом. Теперь давайте проверим, действительно все подключено. Я буду использовать утилиту ADB Run. Я про нее несколько раз уже рассказывал. Скоро сниму подробный видеообзор. Но программа замечательная. Не знаю, почему я про нее столько раз говорил и ни разу не снял. Но вот это что-то вроде Android Commander, кто смотрел старые видеовыпуски. Но она работает значительно быстрее. И здесь, в принципе, только все основные функции, которые вам нужны от этого инструмента. Так, ADB. Так, земля. Run.exe. Запускаем ее. И давайте посмотрим, какие сейчас устройства подключены. Сейчас у нас подключено два устройства. Первый в зашифрованном виде. А второе это IP-адрес моего смартфона. По сути, это одно и то же устройство. То есть, смотрите. Сейчас мы пройдем в мой компьютер. Я вам покажу, что здесь есть Nexus 5 цифровая камера. Но мы не можем туда пройти, потому что я выбрал режим только зарядка. Так вот, смотрите. Сейчас я отключу кабелек. То есть, я отключил свой смартфон. И сейчас эта цифровая камера пропадет. Обновляем. И ждем какое-то время. Потому что параллельно индексируются, обновляются сетевые диски. Их не так много, но они все равно грузят систему. Вот. И давайте посмотрим, что даже через безопасное удаление устройств и безопасное извлечение, что там уже смартфона нет. То есть, только жесткие диски и карта памяти. Ну, то есть, мы его отключили. И давайте повторно посмотрим, подключен ли наш аппарат. А вот теперь остался только один аппарат, подключенный по IP-адресу. Это, собственно, наш смартфон. И давайте, знаете, что мы сделаем? А мы сделаем следующее. Я сейчас включу на аппарате. Камеру включать не буду. Я просто покажу вам, что сейчас у нас 13 часов 54 минуты. Аппарат у меня не подключен. То есть, его в моем компьютере нет. Я вам это уже показал. И теперь, допустим, сделаем снимок экрана. Сделаем снимок экрана. Так, 14 положение. Первая команда. Сделать снимок экрана. Итак, сделали снимок. Он у меня сохранился на рабочем столе. Просто папка скрытая. И давайте посмотрим, что у нас снялось. То есть, все это делается уже по Wi-Fi. Вот мой, собственно, телефон. Время 13.54. Да, 72%. То есть, это то, что мы делали с вами сейчас. В принципе, можно поступить еще прикольнее. Я сейчас направлю камеру на свой компьютер. И мы повторно сделаем снимок экрана. Итак, интер. Снимок создается. Мы его сможем посмотреть в режиме реального времени. Обновляем. Он еще не сдампился. И вот он появился. Не прокэшировался. Вот он. И вот смотрите, я только что камерой своего смартфона снимал рабочий стол. Вот терминал, собственно, с которым мы работаем. Вот. Также можно снимать видео. В общем, можно делать все-все команды, которые вам нужны. Вплоть до того, что вы даже удаленно сможете перезагрузить свой смартфон. Все. Он полноценно подключен к вашему компьютеру. Как будто бы по кабелю, по сути, через Wi-Fi соединение. И, допустим, перезагрузка устройства. Да, то есть, такие команды, как перезагрузить, войти в режим рекавери, зайти в режим бутлодера. Это все требует подключения к вашему компьютеру кабелем, либо наличия прав суперпользователя. Ничего подобного. Прав суперпользователя у меня нет. Но при этом давайте перезагрузим аппарат. Перезагрузка. И сейчас у нас выйдет сообщение о том, что все это успешно произошло. Но на самом деле такого сообщения не будет, потому что аппарат не подключен кабелем к терминалу. И, соответственно, он не знает сейчас, какой у него ответ. Перезагрузился он или не перезагрузился. То есть будет колесико. Но аппарат перезагрузился, потому что в противном случае вышло сообщение о том, что была ошибка. Вот так вот легко и просто можно подключить ваш Android смартфон через ADB соединение по Wi-Fi без прав суперпользователя к вашему компьютеру. Подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте свои идеи для новых видеовыпусков, делитесь роликом с друзьями. Всем пока и до скорых встреч. С вами был Владимир.